Всем привет! Итак, мы продолжаем тему открытия парков научных развлечений, интерактивных музеев. И сегодня мы поговорим о таком важном параметре, как зонирование. Напоминаю, что если вы внимательно смотрели на мое предыдущее видео, где я говорил о выборе локации, о требованиях к помещению, напоминаю, что чем выше потолки, тем лучше в конечном итоге для вас. Но даже если вы имеете проблемное помещение, скажем, на первый взгляд, с максимально длинными и запутанными коридорами, угловатыми, не волнуйтесь, этот недостаток мы превратим в преимущество, потому что на самом деле мы в своих работах стараемся уйти от этой устарелой уже модели, расположения экспонатов в одном пространстве. Все-таки мы продаем элемент фана, мы продаем науку через развлечение, поэтому все-таки для детей это интереснее, где-то пройти, где-то даже запутаться, потом найти обратный верный путь. Поэтому даже самое сложное помещение мы сделаем максимально увлекательным для посещения. Поэтому присылайте ваши планы, кстати, мы абсолютно бесплатно их посмотрим, дадим правильные рекомендации. Ну а в следующем видео мы поговорим о таком важном параметре, как выбор экспонатов. Напоминаю, что они бывают настольные, бывают настенные, а бывают занимают всю комнату, мы встраиваем их в пространство. Увидимся в следующем видео, сайт skyproduction.ru работает для вас.